Олимпиада в Токио официально открыта. Быстрее, выше, сильнее, вместе. Впервые в истории игр девиз соревнований изменили. Вместе предстоит быть и тюменским дзюдоистом, представляющим наш регион в составе сборной России. Какую подготовку прошли наши спортсмены, узнали наши корреспонденты. Тюмень, Кемерово, Владивосток, Токио. Именно такой маршрут преодолели наши дзюдоисты, чтобы постепенно адаптироваться к новому климату и часовому поясу. Немало проблем доставили и ковидные ограничения. Но сейчас трудности передвижения у спортсменов позади. Они в столице Японии, а наставник будет болеть за них в Тюмени. Во Владивостоке, конечно, там очень высокая влажность, временной пояс. Поэтому спали, засыпали очень тяжело, даже не помогали таблетки. Они сдали тесты. Обязательный тест по приезду. Все в аэропорту, уже все сдали. Эти тесты обязательно. Они все прошли вакцинацию. Без вакцинации их бы на участие в олимпийских игр не допустили. 300 дней в году тюменские дзюдоисты находятся на сборах. Жизнь профессионального спортсмена – это постоянная подготовка к новым победам. Зато результат налицо. Для Натальи Кузютиной и Мусы Мугушкова это уже третья олимпиада в карьере. Молодая Дарья Давыдова – дебютантка, но уже имеет очень высокие рейтинги. Особенно приятно, что из 13 членов сборной страны под дзюдо – трое из Тюменской области. Работа проведена колоссально. Это нужно отобрать спортсменов, провести систему соревнований, провести тренировочные сборы. Спортсменам сборную команду отдать, сопроводить его. Плаз работы большой, но оценка очень высокая. Специалисты подчеркивают, крупные победы в большом спорте – это не только результат тяжелых тренировок. Наставник тюменских дзюдоистов выделяет 8 главных принципов – желание, дисциплина, обучаемость, мотивация, физические данные, психологическая устойчивость, материальная база и условия для тренировок. С последним у тюменцев проблем точно нет. Центр олимпийской подготовки тюмен-дзюдо входит в пятерку лучших в мире. К нам на эти сборы приезжают не только представители Урала и Сибири, но и представители Поволжья, и Москвы, и Санкт-Петербурга. И это потому, что мы можем постелить сразу 8 татами. На 8 татами работают одновременно больше 100 человек. Это означает, что конкуренция очень высокая и есть на ком расти. То есть ребята растут друг на друге. Уже на этой неделе Дарья Давыдова, Наталья Кузютина и Муса Могушков попробуют завоевать олимпийское золото. В первые 7 дней Олимпиады выявят лучших спортсменов в индивидуальных состязаниях. После впервые в истории Олимпийского дзюдо состоится турнир смешанных сборных команд.